Развитие семейного бизнеса помогает российским семьям решиться сделать первый шаг к открытию собственного дела. Понять, с чего начать, на что обратить особое внимание, как эффективно использовать возможности каждого члена семьи на благо общего дела. В Тюри прошел круглый стол по развитию семейного предпринимательства, участие в котором приняли представители законодательной и исполнительной ветвей власти, предприниматели. Все подробности в следующем материале выпуска. Василий родился в деревне, в Оленинском округе. С детства любил собирать травы и листья различных растений в попытках создать идеально вкусный чай. Потом его хобби переросло в собственное дело. Мужчина более 10 лет собирает и изготавливает иван-чай. Были помощники, но потом подключил и жену. Так дело стало семейным. Мы пробовали нанимать соседей, молодежь привлекать к этому делу, но здесь падает качество. Так что мы занимаемся вдвоем с супругой. Один собирает, второй перерабатывает. Чебетильный такой труд, который требует большого внимания. Чай он занимает практически сутки. Нельзя от него отходить. Опираются на семейные традиции ведения бизнеса многие тверские предприниматели, которые заняты совершенно в разных сферах. Примеры туристских объектов. Это частные музеи. Сегодня будут производственные компании, кто производит мебель. Есть те, кто оказывает услуги. Есть и в торговом бизнесе, и в самых разных сферах. Образование. Школа муж и жена, супруг и супруга организовали и уже развивает сеть филиалов, частных школ. И все это объединяется такой идеей сохранения традиционных ценностей и семейных ценностей Верхней Воложи. На федеральном уровне активно обсуждается предложение по легализации понятия семейное предпринимательство. Соответствующая инициатива торгово-промышленной палаты была поддержана. В 2019 году президент России отметил необходимость вести четкое определение семейного бизнеса, чтобы власти могли беспрепятственно оказывать поддержку таким предпринимателям. На региональном уровне понятие семейное предпринимательство закреплено уже в восьми регионах. Работа в этом направлении идет и в Тверской области. Нужно предпринять меры, чтобы упростить ведение бизнеса для семейных предприятий, а также дать им возможность использовать весь свой потенциал более эффективно и добавить еще кое-какие льготы. Вот эта система упрощения и стимулирования семейного бизнеса как раз с нами сегодня и обсуждается. Семейное предпринимательство является одной из самых устойчивых форм проявления деловой активности. Сейчас бизнес формирует отношения наставничества, преемственности поколений, создает предпринимательские династии и привлекает к труду молодежь. Очень важно поддержать нашу молодежь, чтобы она не уезжала с нашей территории. Не будет работать, люди будут уезжать, согласитесь. Но тем не менее, если мы с ними работаем, и у них тут какой-то здесь бизнес, какой-то интерес появился, может быть они получат образование, вернутся. Поэтому принятие на региональном уровне специального закона будет способствовать развитию экономики, обеспечить легализацию и стабильное развитие семейных предприятий.